снова здрасте канал автотакт ну раз канал значит речь пойдет о лодочках о лодках лодках на море на водоеме маломерных судах плавсредствах поговорим о них как о средствах передвижения выживания роскоши находимся на берегу моря на стоянке или месть место где хранятся вместо хранения лодок лодок не так уж много меньше и меньше становится поговорим почему их меньше почему не больше казалось бы должно быть больше больше благосостояние народа увеличивается вот если смотреть раньше от слова раньше раньше надо перестать рыдать зараньше современный человек будет говорить ну зачем вам раньше давайте думать за сегодня и за завтра раньше но вот раньше здесь были такие боксы сейфы контейнера небольшие у каждого человека по периметру вот они стояли так вот от мостика и туда до спасалки спасалка была немножко дальше спасательной станции вот находились таки места для хранения инвентаря рыбацкого у ключ ну там можно было положить ну ключ на это такая шкарма ну чтобы понимали рогачка куда весло вставляется весла хранили было удобно оплата никакой не было ставь сейф да пусть стоит себе сейчас все немножко по-другому вот такое хранение лодки обойдется примерно в год но там по-разному гривень 200 выход в море определенная процедура есть мы находимся в таком приграничном районе контролируем район контролируем и считается район поэтому каждый выход в море сопровождается звонком в пограничную службу времени выхода в море и времени когда покидаете водоем море поэтому немножко все это усложнилось просто порыбалить выйти так себе в удовольствие не получается но все равно лодочек много видите такие и большие маленькие лодки много лодок хранится на дому дома хранят на прицепе как таких передвижных но что сказать это центральный пляж самый центральный пляж в районе спасательной станции здесь на станции находится круглый суд круглые сутки спасательны спасатели наблюдают я думаю что самое безопасное место такое а вот это третий городской пляж здесь основная контора база такое общественная организация называется чайка есть председатель ответственный человек серьезный который можно обратиться по поводу оформления стоянки лодки узаконить ее нахождение на море есть у них такое вот помещение там дежурят выставляется погода каждый день ну есть где обогреться такой вот такая вот небольшая база рядом жилая зона такая нежилая зона рестораны бары это самая база отдыха тоже видим лодочек и так много но понимаете здесь только лодки находятся тех кто является это членом этого общества так вот прийти сказать дайте можно здесь побудет до обеда лодочка по нет нельзя только те кто узаконен платит взносы официально лодок немного но место хорошее это третий городской пляж и здесь летом неплохое место для отдыха лодочки находиться здесь комфортно особенно и хозяину но мы сейчас с вами проедем еще на борисовский спуск там посмотрим такое бесхозное хранение лодок тоже есть такая как бы . база но рядом коттеджный поселок и там такое хранение запущенное больше хранят лодочки там возле своих коттеджей возле домиков дач посмотрим борисовский спуск такой дачный поселок мы много раз здесь были снимали покажем вам сейчас ссылку вот здесь вот видите так вот там начинается от въезда шлагбаум и вот он тянется такой полоска у круч домики 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 коттеджи тянутся 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 такой змейкой вот здесь хранение лодок очень удобное поэтому когда говорят ой да что там борисовский спуск спуск кулички там мартын телят не пас далеко неудобно ну а для рыбалки самое то место что нужно исключительное место рыбалить вот смотрите вот там вот где вот далеко далеко там вот геренки вот это место называется борисовский спуск там посадка амосова сбит него сейчас мы посмотрим туда опустимся ниже ну вот чтобы показать более так наявно что такое бесхозное хранение лодок лодочки не всегда безопасно если не сворую то может быть случится и вот такая вот проблема не успеешь вовремя среагировать и погода моментально сыграет и произойдет вот такой вот сюрприз хотя место такое вот предусмотренное для хранения плавсредств если видите там в кустах есть такая вот табличка все равно это свой страх и риск не охраняется участок сбит него почему здесь комфортно рыбалить потому что здесь море есть камень много камня такие островки каменные вот он камень вот так выглядит камень на дне моря нахождение его в море характерно для того что там собирается бычок и вот кто знает в море где расположены такие гряды камня или такие жорства крупная такие островки воде то там лобочка исключительно удачный бытует такое мнение что он знает камень я поеду с ним на рыбалку потому что он знает камень знает где расположен на каком расстоянии свои секреты как его разыскать секрет простой когда раньше не было волнорезов без лодки выживать было очень сложно рыбалить можно было только с лодки при появлении волнорезов можно пройти на такую любительскую рыбалочку наловить рыбки в сезон когда она идет можно поймать и ведро и более ведра мортовой любой бычок поэтому лодка сейчас стала такая немножко проблемная штука сейчас мы с вами поговорим о регистрации этих лодок содержание лодки стало ну не простым как автомобиля содержание документальное оформление все это усложнилось заканчиваем разговор регистрация регистрация немножко упростилась вроде бы как потому что к обмен своим постановлением от 0 8 0 4 20 года номер 1069 упразднил все эти регистрации судов до 4 метров и 10 двигателей до 10 киловатт часов или 13 лошадиных сил но все равно это все нужно заносить в государственную судовую книгу украины поэтому для того чтобы все это сделать лучше позвонить по телефону в запорожье есть фирма которая берется все это делать сейчас я вам покажу телефончик и и мы обращались все нормально работает они пришлют по новой почте пакет документов вот телефон самому пытаться сложно я думаю что лучше с помощью вот такого вот такой фирмы сделать всего вам доброго в лодочном деле желаю вам всего хорошего свежего попутного ветра рыбацкой удачи всего вам доброго ваш канал авто так удачи